Медовые коржи для торта. Простой рецепт готовки медовых коржей для вкуснейшего торта. Данный рецепт готовки медовых коржей для медового торта я позаимствовала из маминых записей. В период школьного возраста я пекла только простые пироги, по рецептам, где нужно было все смешать и выпечь. А готовка медового торта мне казалась очень сложной, но опасения были напрасны. Сначала я аккуратно соблюдала всю последовательность добавления ингредиентов и, приготовив медовый торт уже много раз, понимаю, что данный рецепт очень прост. Готовьте медовый торт по этому рецепту, у вас точно все получится. Состав рецепта на 12 портс. Сливочное масло 60 граммов. Сахар 200 граммов. Яйца 2 штуки. Мед 2 стол. Л. Сода пищевая 1 чайн. Л. Мука 4 стак. Сгущённое молоко 1 штука. Сливочное масло 200 граммов. Шаг 1. Ингредиенты. Шаг 2. В большую чашку нарезаем сливочное масло произвольной формы. Шаг 3. Добавляем сахар, яйца, мед. Просто перемешиваем все ложкой. Шаг 4. Сооружаем водяную баню. Берем кастрюлю или большую чашку, наливаем воды, ставим на плиту и разогреваем. Сверху ставим чашку с ингредиентами. В нижнюю чашку воды наливаем столько, чтобы она примерно доходила до дна верхней чашки. Шаг 5. Разогреваем и помешиваем, чтобы растопить сливочное масло и мед. Шаг 6. Масса стала однообразной. Добавляем чайную ложку соды, гасить не надо. Хорошо перемешиваем. Снимаем с огня. Нижнюю чашку можно убрать, она больше не нужна. Шаг 7. В масляно-медовую массу всыпаем 2 стакана муки и перемешиваем ложкой, так как масса еще горячая. Пока будете перемешивать, чуть остынет. Шаг 8. Затем добавляем еще 2 стакана муки и замешиваем тесто руками. У меня всегда уходит в тесто ровно 4 стакана, стакан граненый. В граммах это 4 стакана Х, 160 грамм, равно 640 грамм. Шаг 9. Тесто получается гладким, будет липнуть к рукам и легко лепиться, напоминает пластилин. Скатываем готовое тесто колбаской и разрезаем на 6 кусков для 6 коржей. Шаг 10. Пергаментную бумагу смазываем маслом. Берем один кусок теста, разминаем руками в лепешку и раскатываем скалкой на бумаге. Размер смотрите сами, исходя из ширины противня или формы. У меня рассчитано на диаметр 24 сантиметра. Шаг 11. Перемещаем на противень пергаментный лист с тестом. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут, ориентируйтесь по румяной корочке. Так выпекаем остальные коржи. Если духовка позволяем, можно выпекать сразу по двум коржа. Шаг 12. Готовый корж сразу снимаем с листа и оставляем остывать. Шаг 13. Готовые остывшие коржи складываем друг на друга. Выравниваем руками. Шаг 14. Придерживая сверху рукой, ножом выравниваем края торта, срезая выступающие части. Шаг 15. Ножом измельчаем срезанные части в крошку для обсыпки торта. Можно не срезать края, а для обсыпки взять измельченное печенье. Шаг 16. Готовим крем. Взбиваем миксером в однообразную массу размягченное сливочное масло, добавляя сгущенное молоко. Шаг 17. Промазываем кремом коржи. Примерно по 2-2,5 столовой ложки крема на каждый корж. Шаг 18. На бока торта также можно намазать крем. Но я, обычно промазывая верх торта, оставляю стекающие капли по краям. Посыпаем верх крошкой. Шаг 19. Торт готов. Оставляем его для пропитки на ночь. Приготовить медовые коржи просто. Приятного аппетита!